В общем, мы сегодня постригли все-таки наше водонулик, а теперь он такой красавчик! Ты зачем себя бьешь кубиком? Ну ты посмотри. Нам пришла Кирочка в гости. Лысик, ты чего? Я заказала только что доставочку сельпо, а девушка пошла навстречу. Я заказала почему-то в быстрой доставке. Доступна была всего одна каша Милупа. И она мне позвонила и говорит, девушка, у вас тут одна каша, может быть вам нужно еще? Я говорю, о да, потому что чего-то в приложении всего одна была. Добавьте, пожалуйста, нам еще две. Она мне сказала, какие есть. Я сказала, какие добавить, попросила добавить морковку. Короче, суперудобно и кайфово. И сейчас через полчаса нам привезут продукты. Я довольна. В принципе, ничего не делаешь себе, а сидишь в телефоне и тебе продукты везут. Это просто бомбически удобно, просто кайфово, просто, ну вот, бомба, суперудобно. Вот. А мы позанимались, вот, делали спорт. Так, уводись на меня. Господи, она что-то требует с меня, она требует любви. Ну, уводись. Кир, что ты сделал? Встань, пожалуйста. Кажется, мой ребенок сходил в туалет. Ой, вы видите? Видите, видите? Да подожди, в зеркале, вон. Да, господи, вот. Какой живот. Так, уводись. Да, чипися ты от меня. Ну, ты посмотри. Дамочка. Это моя сестра. Если кто-то вдруг не знал, это моя сестра. Ей 8 лет. 8 будет, вот, в этом, в 19 марта. Да? Спаси сейчас. Нет. А я сделаю себе новый маникюр. Смотри. Туда? Мини-маус. А тут генолос, смотри. Прикольный? Да. Тебе нравится? О, ну, смотри, я тебе укушу. Зобачок. То, что ты мне сделаешь? Убьет. Она меня убьет. Это так мило. Да, когда-то зашел такой влог с названием «Меня убила моя сестра». Я не знаю, что-то он привлек всех. Че кричишь? Если бы вы видели эту гору стирки, которая меня ждет. О, господи, вон она. Она супер большая и ужасная. Ну, как это все выперли с маникюр. Эй, Дан, пусти. Ты что, это же больно Кире? Угу, ей больно. Так, ну что, приезжал курьер, привод посылочку. В этот раз целых две масочки. Я не знаю, за что у меня такая лопа. Значит, три каши. Манная, мультизлаковая и рисовая. Сейчас будешь кушать? Жди, зайка, жди. Да. Я заказала себе на сейчас перекус очень вкусные сухофрукты. Он был прокурат, поэтому я заказала его. Мне наложили супер зеленые бананы. Пусть дозревают. Но это кайф, потому что я всегда беру зеленые бананы. Может, я их еще положу, а нет? Мне положили морковь, сырок. Я вот такой вот заказала попробовать. Крем-сюр обычный с тортами. Сейчас сделаю. Заказала кекси. У меня голодный ребенок. Заказала булгурчик. Завтра Дан будет кушать у нас булгур. Я бы чуть-чуть просто пытаюсь привести ребенка на обычное питание. И заказала себе мелкий вей. А ты будешь делиться? Нет, конечно же, я не делю. Ну и нет. С такими девочками, посмотрите, я делиться не собираюсь. Все. Я помню, мы пришли в маму, и там мы открыли колу, хотели попить, и она у нас просто разлилась. Пантазуйте, это гарный вид пучинок. Окей, я не против. Так, варю данные звездочки-монтерошки. Сначала надо сварить, потом залить молоком, и опять же, таки, типа, закипятить молоком. И сейчас он это будет кушать. Ехали. Кай. В общем, заказала я много разных полезностей. Вот это может быть все славлены мне супер полезкой, но это вкусно. Или и остальные супер полезки. Сначала показано до нуля. Ананас. Ананас тоже. А потом себе сделаю тост и сыр. А подожди мне мелко-бай еще. Купая лавка. Ну, короче, дальше вот такие вот дела. Так, приехал Андрей домой. Есть. Он еще от себя решил поехать. И что-то докупить нам. Короче, посмотрим, что на усмотрение моего мужа нужно было докупить. 233 ген. Ролтон. Я думаю, что за этот. Ролтон. За двумя залачинами. Семечки. Основы для пиццы. Огульчики. Учитывая то, что у нас 9 бутылок шампанского. Да, у нас все уверен. Это фраголина. Это фраголина. Ну, я просто видел, что, блин, эти баночки. Я захотел эти баночки. Да, они будут у нас. Они будут. Это супер. Морковка по-корейски. Да. Это для меня. Еще одна фраголина. Это для нее. Морковка. И это? Нет, это для меня. А вот это для меня. А вот это для тебя. Ну, или наоборот. Посмотрим. Агушанава. Бычки. Бычки. Сардины. Сардины. Бычки и сардина в томате. Томат. Томат. И томатная паста. Томатная паста. Так что вот такие вот птички. И где-то 233 ривны уже стоят. Томатная паста будет хотя бы 100 ривен шампанская. Нет. Но две банки по 40 ривен. Не поверь, но по 20. А, теток, такая супер. Тогда прикольно. Так, ну что, ребят. Я не знаю, что меня так оббросало. Прям вообще. Хотя до этого было суперчистое лицо. Я прям реально не знаю, что за причина. Того, что меня так обсыпало. Скорее всего, это мы только сегодня кушали. До этого мы не кушали. Как раз таки, когда мы ели семечки, у меня было идеально чистое лицо. Короче, я не знаю. Что-то вот это после того, как мы отпраздновали день рождения в кафе, меня ужасно обсыпало. Хотя до этого было идеально чистое лицо дома. Не знаю. Может быть, это еда всё-таки с кафе или что. Понятия, короче, не имею. Понятия. Ну, ты прям хочешь попасть в кадр, да? Ну, ты что? В труселях семейных. Они не семейные. Короче, мне показалось. Мне показалось, что это не хлебушек вот это, а этот маркишка. Думаю, что я положила. Сыр. Да, ты что? Вкусный. Ты пробовала? Нет. Как ты сделала ту реценцию? Я о нём подумала и увидела его на картинке в сельфой, поняла, что он будет вкусным. Да. Поэтому, если вдруг увидите что-то, то вы можете оценить вкусно. Короче, ребят, буду идти уже ложиться спать, пойду приводить своё лицо в порядок. Ну, шо ж ты такое в трусах ходишь, задолбал. Я? Ты. Это не трусы. А шо это? Это боксёрные штаны. Боксёрные шорты. Понятно. Короче, ребят, всем спасибо за просмотр. Я буду идти приводить себя в порядок. Господи, хватит ходить с моими трусами, задолбал. Открывайте следующее видео и смотрите следующее видео. Спасибо за просмотр. Вот. Всё. Всем пока. Итак, всем приветики. А я, в общем, лежала в кроватке. Сидела в Инстаграме, когда уложила. Она спать. И подумала. Ммм. Вижу рекламу Макдональдса. Почему бы не заказать Макдональдс? Короче, сейчас там, если у Глова заказывать, то можно скидки найти. Там, во-первых, скидки Макдональдса для Глова предоставляют 30%. То есть, в Биг Тесте не 98, а 63 гривны стоят. Это, блин, офигительно круто. Короче, думаю. Ну, собрала корзину. Получается, с доставкой, в принципе, та же сумма, что и без доставки. Если Андрей заедет. Думаю. Хм. Надо знать, что попробовать. Поискать, может быть, какие-то промокоды в интернете. Короче, я нашла промокоды. И промокод на 100 гривен. И получился заказ намного выгоднее, чем если бы Андрей поехал в Макдональдс и взял нам Биг Тесте. Так что мы сейчас будем кушать. Всем приятного аппетита. У нас тут два. Биг Тесте. Картошечка 3 и сырный соус, о котором я так мечтала. Так, я тут готовлю данный булгур. Булгур у меня я сварила сначала с водичкой его. Сейчас допариваю его с молочком, чтобы было немножко повкуснее. И будем кушать булгурчик. В общем, я тут вовсю с сыном уже начала потихонечку кормить кусочками еды. Вчера он съел у меня тарелку макарошек детских. Сейчас покажу. Ну, детских, они типа специальные суповые. Ну, есть такая разновидность типа. Я просто не покупала специальные детские, а взяла ту, которую я беру нашу. Вот эту вот итальянскую Реджи. Мне нравится. Вот эти вот звездочки. И он у нас звездочки. Вчера поела, я ему сварила молочную. Это называется молочный суп. Честно говоря, это каша называется. Это, оказывается, молочный суп с макаронами. Человек, поэтому он у меня ужинал молочным супом с макаронами. Сегодня будет сейчас кушать. У нас булгур. А перед этим он завтракал растворимую кашу вот этой мелубовской. Потому что кормит его по утрам, да, Андрей. Как бы перед сном в час... Ой, во сколько это он? В 11 он поел у меня творожок. В 11 с чем-то практически. В 12 поел у меня творожок... А, как это называется, сейчас скажу. Не падайте, пожалуйста. Поела у меня творожок с... Морковкой и яблочком. Я перетерла это все. Да, оно очень понравилось. В общем, я приучаю его. Ну, думаю, еще пару неделек. И мы дойдем окончательно до нормальной реакции на кусочковую еду. Потому что, ну, я постоянно себе за цель научить Дана жевать, научить Дана кушать кусочками еду. И я хочу все-таки этого добиться. Потому что считаю, что это будет очень хорошо. Убил для зрития. Во-вторых, ну, а как я его, например, в садик отправлю? У меня есть цель, которую я пытаюсь добиться. Трудно. Не скажу, что легко. Вообще не с первого раза. Уже третью неделю я его учу. Первые разы это совсем были пазы ворвоты. То есть совсем он не мог есть. Сейчас я его хотя бы могу отвлечь. И он не хочет это есть в открытую. То есть он, типа, если это замечает, то он это не особо хочет есть. Но он уже не блюет. Он уже, короче, не вызывает вот этот сразу же мозгный рефлекс. Он дает возможность себя накормить. Вот. Поэтому я, конечно, стараюсь и уделяю этому сейчас очень много внимания. Потому что, ну, я поставила цель, я должна все-таки добиться этого. Потому что у него есть четыре зуба. У него... О, четыре зуба. У него есть восемь зубов. Девятый где-то там прорезается. Поэтому уже пора. Я считаю, что уже сто процентов надо научить ребенка жевать. Вот. Потому что это тоже супер важный этап в развитии, который просто необходим маленьким детям. Потому что, когда ты жуешь, это совсем уже другой мир. Это все равно, что, знаете, типа, он падает, не пускать его ходить. Вот. Поэтому я учу его жевать. И считаю, что это супер важно для ребенка. Потому что намного быстрее, когда пойдет вот этот процесс развития. Процесс... Ну, потому что, если будем соблюдать этапы развития, если зубы появились, для чего они появились? Чтобы жевать. Да, Дан. Так что... Учимся. Дан. Ну что, вкусный булгур? Дан. Здравствуйте. Вкусно булгур? Ням-ням-ням. Скажи, всем приятного аппетита. Кто бегает по дому? Ой! Так-так-так-так. Вставай. Тыс. Тыс. Что это было? Это что было? Вставай сам. Вставай сам. Давай, вставай сам. Молодец. Ку-ку. О, боже. Что за пьяный такой человечек? Ты куда? Ты куда? Ты куда? Ку-ку. Бежит, 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 бежит. А куда пошел, Дан? Господи, надо с этой стиркой справиться, когда-то. Да, сынок? Тык-тык-тык. Побежал, побежал, побежал. Но! Ты посмотри. Скорость. Кира, привет. Привет. Что это? О боже. Побежал, побежал. А к Кирочке, Дан? А к Кируле? А к Кируле плакать будет, Дан? Давай беги к Кирочке. Кира тебя обнимет, потемает. Нет? Не побежал. Ну ты посмотри, аккуратней. Бегает, бегает. Процесс укладывания Дана прошел успешно, поэтому я сейчас сделаю распределочку, что заехал, где купил в магазине. Купил молочко. Купил молочко. Купил молочко. Оливковое масло. Оливковое масло. Купил оливковое масло. Купил попкорн. Мне очень захотелось. Милки. Вот этот кукол. 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 Все. Переконки какие-нибудь? Не, да. Немали надо было. Крепетски. Так. Купил сметану. Потому что мне очень нравится делать тушу на карточки сметану. Задована можно здесь. Девятикомпонентную. Вот такую вот. Прикольную. Так вот. Два микси таких. Здесь у нас шерпой. Цветная комплекция. Шерпион. Потому что у меня здесь все поле червается. Более. Более. Крутое. Молочко. В общем завтра буду готовить. Ну. Угу. У меня выкинул. Чуть-чуть. Заюша. Угу. Хелп. Так. Мы сейчас будем идти ложиться спадки. И блин. Я все никак не сделаю видео, которое очень сильно хочу сделать для Дана. Видео о том, как прошел его первый год жизни. Вот. Я не знаю когда это сделаю. Может быть все таки завтра мне удастся это сделать или нет. Ну. Буду верить. Все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Мы вас любим очень-очень всем. Спокойной ночи. Смотрите. Какая жена. Какая? Пушечка. Пушечка. Пушечка? Пампушечка. 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 Чего? Пушечка. Такая? Я не знаю. Какая? Полненькая, что ли? Полненькая? Соня, там была беременна. Это че странная? Что значит полненькая? Не, ну сейчас нормальная. Что такое? Ланя, нормальная? Ты че странная? Ну что такая была? Какая? Бременная. 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 Толстенькая? Толстенькая. Толстенькая. Сам ты толстенькая. Охренеть. Продолжение следует...